всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодняшнее видео у меня будет снова заказ с интернет-магазина василек ивановского трикотажа заказала много что но мне кажется интересного мужа детей мамы и кое-что из постельных принадлежностей так что кому интересно продолжайте смотреть и так вот наша посылка мешок как всегда нам для мусора итак это у нас топпер очередной да теперь уже на этот раз на мамину кровать мы идут заказали мебель всякую разную кстати нам завтра должна быть прийти посылка с мебелью вот и так что будет еще влог с маминой комнаты не забывайте подписываться на наш с вами канал начнем я на вот такие вот это у меня младшему красота красота вот такие черепашкой потом собачкой еще с черепашкой а это какого-то мультика это как называть это щенячий патруль archy с бинтли groomsно мечты но вот он открылся мой дамир вес credit ну вот он отклеился Клеечка отклеилась. Уже снимаю ее. А вот еще один. А этот не отклеен. Это, видите, получается клееный. Походишь без Мерседеса. Есть руки. Ну это ладно. Потом я их все равно буду стирать. Получается раз, два, три, четыре, пять. И пять. Раз. А что это такие? Это Владик выбрал такие. Владик, это мой младший сынок, такие выбрал. Раз, два, три. Их тут с буквами им портнули. А это я не поняла. А это пазл складывать, да? Да, два, три, четыре. И еще один Маршин. Пять, да, по пять друзей. Собновки. Собновки Махис. Ну, кстати, неплохие такие, тоненькие. Да нет, для них не так уж и тоненькие, нормальные. Да. Как за проветривание. Хлопочек. Ну, на лето хорошо будет. Хорошо. Да. Ну, смотри, они же не сильно плотные, вот такие тоненькие. Ну, в общем, нормально. Да. Нет, хорошие трусики. Кстати, я люблю ВМВА-8. Ну, вот это наклейка. Это чистой воды наклейка, да. Она может, конечно, стереться. Пару стереть, может, побольше. Да, ну, ничего. Нормально. Я же в любом ВМВА-8. В общем. Ну, и Пашка. Так, дальше это полотенце. Так. Это, кстати, причем не Ивановский. Это Узбекистан, но тоже с сайта Василек. Вот видите, стопроцентный клопок. Пятьдесят на девяностое это у меня полотенце. Вот они такие, для рук я заказала. Три штучки. Это бежевый. Тоже такой. Ну, мягенький, не жесткий. Ага. Мягенький. Такое. И этот тоже с этой бежевым. Да, это все, кстати, в Узбекистан. Да, мягенькие они такие вот. Хорошенькие. Ниточка. А, это просто нитка лежала. Вот такие вот у нас полотенечки для рук. Новенькие. Вот тут как раз подсвет нашей ванны. Бока. Мужская. Да, это я мужу взяла полочки. Я взяла пятьдесят шестой размер. Но я взяла специально, чтобы было бы свободнее, потому что он мне не любит дома ходить. Да и вообще, в принципе, ходить в чем-то, что было бы одинаково, да? Что было бы в обтяжку. Ну, вот я вижу, что они... Как ты думаешь, маломерки нет? Мне кажется, они немножечко маломерят. Потому что, да, они немножко... Они, мне кажется, вот на пятьдесят четвертый размер, вот по виду. Потому что пятьдесят шестой он обычно больше, шире вот здесь вот идет. Так что, если будете мужьям заказывать, то я сделаю, что он на размер. Ну да, здесь вот такой. А здесь круглый уже воротничок. Ну, для дома хорошо, они недорогие, вообще классно. Бабушки. Тебе трусы. Тебе только трусы мама сказала. Трусы? Трусы, вон они там, трусы. Так, это мы взяли маме. На пуговках. Это такой рубашка-халат, получается. Вообще-то в разделе халата мы увидели. Ну, по виду, как рубашка. Как рубашка, да. В общем, да, потом мы все померим. Давай сейчас все откроем. А что ты мне заказала? Костюм тебе заказала. Я же тебе показывала. Сказала, что симпатичный костюм. Мама же не помнит ничего. Вот такая футболка и штаны. Мне очень понравилось, как он выглядит на сайте. Я хотела себе, но на меня размера нет. Я вообще беру 42 размер, и на меня мало что есть. В основном только большие размеры. Такие штаны и футболочка. Как бы укороченные штаны. С манжетикой. Да. Ну, мы все померим. У кого полные ноги, манжетик, вот он. Это имейте в виду. У кого внизу, у кого тоненький, нормально будет болтаться. Так, дальше. А это я себе взяла, да. Правда, это, по-моему, 44 размер был. Ну, по-моему, да. Да, потому что 42 не было. В общем, сейчас тоже померю. Очень мне понравилось, как выглядит на сайте вот эта рубашка. Ну, это как туника, что ли. В общем, тоже померю, покажу. Сзади кокетка. Смотри. Складочка. Вот она. Кокеточка. Вот. Прямая. Вот такой вот. Ну, сейчас померю, все покажу. Как у тебя. Давай, второй открывай. Да, и вот такой костюм себе взяла. Ну, как бы, типа дома, типа по участку ходить. Да. Вот. А костюм я взяла, по-моему, 42 размера, да? Да, костюм у меня 42 размер, а вот эта рубашка у нас как-то зная. Сорок. Сорок четвертый размер. А у мамы все 60-го мы все время берем. И хорошо, да, из-за груди. Ну, в общем, сейчас будем все мерить. Давай, мишки. Вот так вот выглядит этот халат-рубашка. Но мама говорит, что он, получается, маломерка. То есть 60-е и другие вещи в груди были маме нормально, а это вот получается... Нет, великовато. В груди нормально, вот здесь великовато было. Вот. А сейчас, ну, хотя, в принципе... Ну, немножко, да, немножко, как бы, ну, размер в размер мы все должны. Ага. Так вот. Мне кажется, очень симпатично смотрится. Это в разделе халатики. Ну, я вам ссылки на все вещи оставлю. Кармашки. А по качеству как тебе? По качеству оно, значит, такое вот... Вот это плотненькое. Тоня, нет, это не вышивка. Это опять вот эта аппликация. Вот он, видишь, он не так. Она не вышивка. Плотненькое, такая, знаете, как вот рубашечка. Ну, рубашечная этот. Ткань, да? Да, такая вот плотненькая, такая мягенькая. Не совсем плотная, но так. Тебе очень хорошо. И вот этот костюмчик, он мне очень понравился на сайте. Он есть еще с длинными штанами. Мамка, какой у тебя рост? Метр шестьдесят четыре, да? В молодости метр шестьдесят пять было. В молодости была метр шестьдесят пять. А сейчас метр шестьдесят четыре. Вот, и вот они, получается, вот такой длины у мамы. Вот, но мне кажется, классный костюм. Она в кармашке. Вот. А посадка какая? Высокая. Высокая, да. Высокая. Вот, ну, у кого очень полные ноги, вот тут такая манжетка идет. Вот она, манжетка. Это у кого вот здесь вот полные, то есть надо иметь в виду. А, что может сжать слишком? Да, да, да. В конце концов можно оторвать. Оторвать. Но костюм классный. Да, вот он есть еще с длинными штанами, но мы как-то решили на лето. Лето же впереди. Да. Очень классно выглядит. Ну, вот хорошо. Вот так вот дом побыл, выскочил, выскочил, заскочил. Ну, да, к соседке сходил. Да. Вот, в общем, очень классно. Очень классно. Приятненький, тоненький, тоньше, чем вот этот. Чем рубашка. Да, абсолютно тонкий, трикотаж. Тянется. Не очень, но тянется. Ну, наклейка, наклейка такая приклеенная. Приклеенная и вот эти тоже приклеенные. Кто приклеен? Вот эти штришки. То есть вот у нее, вот у них обратная сторона. Ну, не знаю, насколько они дут. Они все не приклеенные. Они все не приклеенные, а мне кажется, приклеенные. Да? Они даже на обратной стороне, не набитые. А, то есть это... Не набитые. За такую цену дома походить красиво, нормально. К соседке заскочить или к соседу очень хорошо. И вот моя рубашка-туника. Мама говорит, что очень хорошо, что такого размера, потому что она говорит, куда бы тебе все втягивать. Абсолютно. Еще раз повернуть спиной. Очень хорошо. Спиной вот так вот, да. Бочком теперь встань. Боком вот так вот. Вот. Вот она вот такой вот разница. Да. И даже получается, что талия такая есть. Да. У них кармашки. Свободная, легенькая, между прочим. На пляж великолепно. Я домашнюю одежду себе покупаю. Да. Нет, ну вот, например, хорошо. Вот здесь загорало. Вот так вот. Все нормально. Ну, очень хорошо. На трикотаж тоненький. Ну да, ну, такой. Трикотаж. Ну, это тоже, я так понимаю, рисунок. Нет, это набитый. Это набитый? Ну ладно. И вот такой костюм еще. Звездный. Да. Я заказала 42 размер. Но мне штаны не в облипку. То есть они не натянуты. Вот они... Натянуты, хорошо. С сборкой. Да. Ну, может быть, если постираю, немножко подсядет. И кофта достаточно свободная. То есть, мне кажется, это идет размером-размерная. Ну, как мне кажется. Да? Нет, вот на животик идет. Видишь, складка на животик. И разрезик. Да. Сзади классно смотрится. Сзади очень хорошо смотрится. И как раз размер хорошо. Так что вот такой вот еще костюмчик. Ну, это четко такой для меня домашний костюм. Вот. Вот такой. И он, кстати... Качество хорошее. Да, качество хорошее. И он тоненький. То есть он не плотный, не теплый. А именно тонкий, вот такой домашний. Классно. Обработка хорошо. Да, это... Это набивной, да? Набивной, да. Вот такой вот. И, кстати, по поводу вот этого костюма. Вот смотрите, какая у меня длина получается. То есть они мне вот очень хорошо по длине, вот эти штанишки. Мой рост метр шестьдесят пять. Поэтому, девочки, если вы совсем высокие, то здесь практически нет никакого запаса. Это, кстати, тапочки у меня тоже с василька. Я их ношу и я их стираю, ну, достаточно часто. И, как видите, они в очень даже хорошем состоянии. Ничего с ними не стало. Так что тапочки вам тоже рекомендую. И сама вот эта кофточка. Ну, вообще, весь этот костюм, как мне кажется, не на сорок второй размер. Мама моя говорит, что хорошо, не надо ничего обтягивать. Ноги и так худые. Ну, как всегда, для мам и бабушек мы всегда очень худые все. Вот. И он такой, ну, то есть свободненький. Хотя по плечам он сел хорошо. Вот. Но вы имеете в виду, но с другой стороны хорошо. Это все-таки домашний костюм. Мне кажется, сильно уж прямо в обтяжку, чтобы там пошла, он трещала, тоже не стоит. Вот. Но костюмчик мне очень понравился. Мне кажется, мне прям идет такой цвет. Вот. Ну, и на сегодня я буду заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Уже, наверное, после выходных или на выходных будет видео про комнату моей мамы. Так что не забывайте. Всех люблю, целую и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok